Рэй Дуглас Брэдбери «Звери» За обедом Смит и Кунаэй неведомо почему заговорили о невинности и о зле. «В тебя когда-нибудь ударяла молния?» – спросил Смит. «Нет», – ответил Кунаэй. «А в кого-нибудь из твоих знакомых нет. И тем не менее такие люди существуют. Ежегодно это происходит со ста тысячами человек, и только тысяча из них погибает. Денежки плавятся прямо у них в карманах. Каждый из нас полагает, что в него-то молния уж всякоразно не ударит. Мы-то, мол, подлинные христиане и исполнены множество всяческих добродетелей. «Но какое отношение все это имеет к теме нашего разговора?» – спросил Кунаэй. «Самое непосредственное!» – Смит прикурил от зажигалки и уставился в ее пламя. «Ты отказываешься согласиться с тем, что в этом мире преобладает зло, а я, напомнив тебе о молнии, которая бьет в кого попало, пытаюсь тебя переубедить». Зла без добра не существует. С этим я спорить не стану. Но если люди не будут признавать обе эти вещи, мир провалится в преисподнюю. Прежде всего мы должны понять, что ни один добропорядочный человек не свободен от греха, и любому грешнику ведомо хоть что-то доброе. Когда мы относим человека к той или иной категории, мы грешим против истины. Мы не должны видеть в нем ни праведника, ни грешника, ибо он несет в себе черты обоих. Швейцер кажется нам едва ли не святым, только лишь потому, что ему удалось уморить или посадить на цепь жившего в его душе бесенка. Гитлер представляется нам сам Люцифером. Но разве он не боролся жившим в его душе светлым началом? Мы же единственно развешиваем ярлыки. «Говори покороче», – перебил собеседник Аконное. «Хорошо», – усмехнулся Смит. «Возьмем, к примеру, тебя. Внешне ты похож на белый свадебный торт, украшенный сахарной глазурью. Все белым-бело, но где-то в глубинах твоей души стучит и черное сердце. Там живет зверь. Если ты не поймешь этого, он тебя проглотит». Аконное расхохотался. «Смех да и только», – воскликнул он. «Забавно, ничего не скажешь. Скорее, печально, а не забавно». «Ты уж меня прости», – фыркнул Конное. «Я не хочу тебя обижать, но ты…» «Ты обижаешь не меня, а себя. И вредишь собственной душе». «Умоляю тебя», – вновь захохотал Конное. «Я не хочу выслушивать все эти глупости». Кровь бросилась в лицо Смиту. Он поднялся из-за стола. «И все-таки ты обиделся. Тут же пришел в себя Конное. Прошу тебя, не уходи». «Я не обиделся. Ты говоришь какие-то, ну, скажем, ужасно старомодные вещи. Новое нередко представляется старым», – вздохнул Смит. «Мы скользим по поверхности вещей и полагаем, что проницаем глубины». «Ты опять за свое», – взмолился Конное. «Все эти твои теории. И только. Это вовсе не теория. Я смотрю, ты вообще ничего не понимаешь. Что поделаешь? Мне некогда думать о подобных вещах. Работа? Сам понимаешь. И церковь по воскресениям, так? Или, быть может, проповедник, который отведет тебя на небеса? Хочешь, я окажу тебе одну неоценимую услугу. Я открою тебе глаза. Телефон PLL8-9775. «Не понимаю». «Позвони по этому телефону сегодня вечером. Завтра и послезавтра. Встретимся здесь же в пятницу». «В пятницу?» «Не забудь позвонить». «Но кто мне ответит?» «Звери», – ответил Смит с улыбкой. И вышел. Конное рассмеялся, оплатил счет и вышел на улицу. PLL8-9775. «И что же я им скажу?» «Привет, звери!» Пока Конное ужинал со своей супругой Нормы, он забыл не только номер телефона, но и сам разговор. Пожелав жене спокойной ночи, он взял с полки очередной боевик и углубился в чтение. Ровно в полночь зазвонил телефон. «Я сразу понял, что это ты», – сказал он. «Смотри, какой догадливый». «Ты хотел узнать, звонил ли я по телефону PLL89775?» «Я чувствую по твоему голосу, что молния тебя еще не ударила. Позвони по этому номеру». «Слышишь?» «Позвони», – подумал он. «Еще чего не хватало. Не буду я никуда звонить». В час ночи вновь раздался телефонный звонок. «Кто бы это мог быть?» – подумал он. Телефон продолжал звонить. «Так поздно». «Телефон?» «Господи!» «Что за напасть?» «Сна не в одном глазу». Телефон казался ему теперь огромным жужжащим насекомым. Он не сводил с него глаз. Снял трубку. Но почему-то не стал подносить ее к уху. Шепот. «Все яснее, яснее. Шепот. Яснее некуда. Шепот. Отчетливо и ясно. Щелчок. Он бросил трубку. Да нет же, конечно, он ничего не слышал. И все-таки шепот. Коной швырнул телефонный аппарат на ковер. «Господи! Что со мной происходит? Зачем я это сделал?» Он направился к кровати, оставив телефон на полу. Тот продолжал издавать какие-то жужжащие, протестующие звуки. Он вновь поднялся с постели и положил трубку. Тут же установилась тишина. Может быть, все это только померещилось. Впрочем, нет. Ему действительно кто-то звонил. «Смит?» Он выключил свет. Почему же он слышал разом несколько голосов? Бред какой-то. Нет. Он посмотрел на двери гостиной. Телефон молчал. «Слава Богу!» Подумал он. И все-таки он что-то слышал. Он так и лежал, не смыкая глаз. Каминные часы пробили три раза. Три часа утра. Полночь души. Чаще всего люди умирают именно в это время. К дьяволу. Он поднялся с постели и направился к треклятому аппарату. Часы показывали уже 3.15. Коноэй поднял телефон с пола, уселся на кресло и, поставив аппарат на колени, медленно набрал номер. Он ожидал услышать женский голос. Голос сообщницы Смита. Однако до него вновь донесся знакомый шепот. Хор неясных далеких голосов. Он повесил трубку. И тут же вновь набрал тот же номер. И вновь услышал странные, неясные звуки. Электронный прибой. Бесплотные голоса. Протестующие. Требующие. Умоляющие. Дыхание. Дыхание. Он стиснул трубку в руках. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Телефоны не умеют дышать. Им это не нужно. Ну, Смит. Ну, мерзавец. Хотя. Почему это дыхание кажется мне таким странным? Он медленно поднес трубку к уху. Голоса звучали потише. То громче. То тише, то громче. Тяжелое дыхание. Такое чувство, будто они пробежали много-много миль. Бег на месте. На месте. Как вообще могут голоса, эти голоса, Мужские и женские, старческие и юные, бегать. То медленно, то вовсю прыть. То на месте падать, подниматься вверх-вниз. Крики, стоны, вздохи. Его щеки пылали жаром. Пот стекал с подбородка. Господи, что это со мною? Он выронил трубку из рук и, пошатываясь, вернулся в спальню. В половине пятого Норма Конуэй коснулась рукой его лба. «Бог ты мой!» Воскликнула она. «Да у тебя жар!» Он лежал, глядя в потолок. «Все в порядке. Спи. Но я же сказал, со мною все в порядке. Вот только... Что только? Позволь мне тебе обнять. Это с такой-то температурой? Пожалуй, ты права. Дать тебе что-нибудь? Нет, нет, нет. Не надо. Весь в жару он отвернулся. «Мне нужно не что-нибудь!» Подумал он. «Мне нужно все!» За завтраком Норма коснулась его лба и ахнула. «Слава Богу!» Она прошла. «Прошла?» Переспросил он. «Доедай яичницу с ветчиной!» «До температуре!» «Ночью у тебя был очень сильный жар!» «Теперь же ты ешь за троих!» «А голодал?» Он посмотрел на свою пустую тарелку. «Черт возьми!» «Да!» Покачал он головой. «Прости меня за прошлую ночь!» «О чем ты?» Рассмеялась Норма. «Я за тебя переживала. Только и всего!» «Давай, поторапливайся!» «Уже девять!» «А что у нас с телефоном?» Он замер. «С телефоном?» «Розетка, похоже, сломана. Может быть, стоит вызвать мастера?» Он посмотрел на лежавший на ковре телефон и покачал головой. «Не надо!» В полдень у себя в кабинете он достал из кармана измятый клочок бумаги. Чувствуя себя последним идиотом, пробормотал он и набрал тот же номер. После двух гудков раздался голос оператора. Набранный вами номер больше не существует. Не существует? В тот же миг заработал факс. ПЛ4-4559. Ни подписи, ни обратного адреса. Он позвонил Смиту. «Ну и сукин же ты сын, Смит!» «Во что ты меня втянул?» «Это только начало», – ответил Смит, торжествуя. «Старый номер уже не работает. Годится только на один раз. Попробуй позвонить по-новому. Мы можем встретиться в ресторане. Ублюдок!» Крикнул Конуэй и повесил трубку. «Можешь называть меня сукиным сыном», – довольно усмехнулся Смит. «Садись. Вот тебе мартини. Возьми соломинку». Конуэй перегнулся через стол, сжав кулаки. «Садись, садись». Конуэй сел и разом выпил свой мартини. «Вот мы как пить-то хотим, а?» – усмехнулся Смит. «Ну, расскажи обо всем, папочки. Выкладывай, признавайся. Не будет тебе никаких признаваний. Хорошо. Но что-то почти произошло. Ты виновен или сохранил невинность? Или просишь пощады? А? Пощады просишь? Заткнись!» – буркнул Конуэй. «Пей свой джин. Именно это я и делаю. Праздную успех». Успех? Насколько я понимаю, тебе стал известен новый номер. Не так ли? Старый ты получил бесплатно. Если же ты наберешь новый номер, тебе придется выложить за это 50 долларов. Завтра номер сменится еще раз. И стоить он будет уже не 50, а 200 долларов. Но почему? Тебя зачаруют. Ты попадешься на крючок. Не сможешь остановиться. На той неделе номер будет стоить уже 800 долларов. И ты их заплатишь. Ни за что на свете. Воскликнул Конуэй. Тебя просто не останется. Ты не сможешь ничего сделать. Ты не сможешь остановиться. Невинность ничего не стоит. За грех же надо платить. Когда норме станет известно состояние твоего банковского счета, будет уже поздно. Ничего подобного со мною не произойдет. Поздно. Ты уже одержим. Как когда-то Жанна Дарк. Та тоже слышала голоса. Это были голоса ангелов, а не телефонных шептунов. Верно. Но это ее не спасло. Официант, принеси нам еще по мартини. Согласен? Конуэй отрицательно покачал головой. Что это так нервничаешь? Спросил Смит. Мы только-только сели обедать. А ты? Ты мне так ничего и не объяснил. В сердцах воскликнул Конуэй. Ну хорошо. Ты готов слушать? Методично. Расчерчивая скатерть ножом, Смит начал рассказ. Надеюсь, тебе известно, что под Лос-Анджелесом находится система дренажных туннелей. Они спасают город от затопления во время дождей. Разумеется, я знаю об их существовании. Если ты откроешь любой смотровой люк, такие люки есть на каждой большой улице, ты попадешь в систему туннелей протяженностью в 20 миль, которая, как ты сам понимаешь, идет к морю. В засушливые годы эта система больше похожа на пустыню. Когда-нибудь я обязательно повожу тебя по ее закоулкам. Ты меня слушаешь? Продолжай. Минутку. Смит сделал большой глоток мартини. Представь, что ровно в 3 часа ночи двери всех домов откроются, и из них на улице выйдут, как тени, люди среднего возраста, откроют люки и направятся к далекому морю, которого пока не слышно. Но чем ближе будут они к нему приближаться, тем больше будет этих теней, скользящих под городом к морю в 3 часа ночи. Тем явственнее будут слышны вздохи и выдохи, шепот и вздохи в темноте, и свет им будет не нужен. Жар от их разгоряченных лиц будет освещать им стены туннеля, и они пройдут все новые и новые туннели под домами, а город будет спать, не подозревая об этой гигантской волне теней, хлынувшей к теплому морю. Бормочущий, томящийся, тоскующий по любви. К чему? Эдакий безумный интернет из плоти и крови. Интернет нет. Безумный да. Но это происходит на самом деле. Это не компьютерный фильм. Темная, голодная масса стремится к дальнему берегу ночи, туда, где не светит ни луна, ни звезды, где лениво плещется горящее море, обжигающее раскаленными волнами тех, кто стоит на берегу. Но им-то это зачем? Ты спрашиваешь, зачем? Они бросаются в эти горящие воды, стремясь забыться, мечтая, утонуть в них навеки. Вдох, выдох. Ты слышал? Ты придешь. Твои волосы встали дыбом. Во рту у тебя то холод, то ты задыхаешься в пламени. Так? Нет. Ты лжешь. Нет. Я говорю правду. Покачал головой Конуэй. Но кому принадлежали эти голоса? Не находящим пристанище, либидо, снедаемым страстью, маньякам, одержимым одной и той же навязчивой идеей. Чего же они хотят? Они хотят быть вместе. Смит помешал свой напиток мизинцем. Хотят слиться воедино. Каким образом? Неужели ты этого не понял? Они хотят стать составной частью этой гибнущей души. Хотят ввергнуть себя в океан страсти. Ты когда-нибудь читал Тора? Он говорил, что большинство мужчин в глубине души терзаются безысходным отчаянием. Печально. Да. Печальнее некуда. Помнишь комикс «Несчастный амброс»? Таких амбросов в мире пруд-пруде. Тело борется с разумом, а разум с телом. Мужчины хотят одного, женщины другого. Ты помнишь себя 14-летним? Ох, и давно же это было. В тебе просыпаются желания плоти, но исполняются они далеко не сразу. Долго ты ждал? Шесть лет. Это же целая вечность. Две тысячи мучительных одиноких ночей. Позвони по новому телефону и приходи сюда завтра. Ты так ничего мне и не рассказал. Я рассказал тебе все. Немедли. Если ты пропустишь хотя бы одну ночь, за звонок тебе придется выложить сразу шесть сотен. Почему ты думаешь, что так и будет? Сужу по тому, как ты дышал во время разговора. Как раздолбал свой телефон. Кстати, компания Белл его уже починила. А ты-то откуда об этом знаешь? Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Смит. Смит ухмыльнулся. Кто ты, ангел Господень или его темный сын? Да, ответил Смит и вышел. Конуэн позвонил Норме и попросил ее отключить телефон. Это еще зачем? Поразилась Норма. Не надо ничего спрашивать. Отключи его и только. Ты сошел с ума. Бросила она и повесила трубку. Он вернулся домой в пять и принялся ходить из комнаты в комнату. Норма не отставала от него ни на шаг. Послушай, возмутился Конуэн, зайдя в библиотеку. Я ведь просил тебя отключить телефон. А он так и стоит на прежнем месте. Он заглянул в спальню и заметил, что телефон появился и там. А это еще что такое? Они сказали, что ты настаивал на этом и что речь шла о подключении. А не об отключении. Разве это не так? Конечно же нет. Зачем нам столько телефонов? Прежде чем лечь спать, он вынул телефонные вилки из розеток. Ровно в три зазвонили разом оба телефона. Судя по всему, их включила Норма. В конце концов, от их трезвона проснулась и она. Неужели ты не мог снять трубку? Проворчала она. Придется это сделать мне. Нет, скричал он. Что это с тобой? Я сделаю это сам. Успокойся. Я и так спокоен. Он взял в руки непрестанно звонивший телефон и понес его в библиотеку, где надрывался второй телефонный аппарат. Дверь в спальню так и осталась открытой. Чего же ты ждешь? Послышался голос Нормы. Он осторожно снял трубку, но не стал подносить ее к уху. Оттуда доносился еле уловимый шепот. Что там такое? Не выдержала Норма. Приватные беседы, да? Тебе что, девки по ночам теперь звонить будут? Увы, ответил он. Таких дур на свете пока что нет. Норма рассмеялась и прикрыла дверь спальни. Я ведь сказал и чистую правду, подумал он. Это действительно не девки, а кое-что похуже. Хотелось бы знать, что призрачные тени, тонущие лодки разбитых надежд, холостяки, мольбы обвиняемых, последний рывок лососей вверх по течению в никуда. Ладно, произнес он вслух и, открыв дверь спальни, обвел взглядом холодную пустошь белоснежных простынь. Норма была в ванной. Судя по доносившимся оттуда звукам, она наполнила водой стакан и бросила в него таблетку аспирина. Он стоял возле постели, от которой веяло вечным холодом и дрожал. Свет в ванной погас. Коноэн повернулся и вышел из спальни. Он просидел час без движения, затем набрал номер телефона. Тишина. А потом шепот, такой громкий, что мог бы разбудить и мертвых. Голоса множились с каждой минутой. Один, два, три, четыре, десять, сто голосов вырывались, как лава из жерла вулкана. В единый поток. Это были голоса всех девушек, всех женщин, о которых он когда-то безнадежно мечтал. И голоса всех женщин, которых он желал когда-то. И больше не желает. Их шепот, плач, их смех и шум моря, бьющего о берег. Но выносящего на гребнях волн не пену, не плавучие льдины, а месиво человеческих тел. Сталкивающихся и падающих, падающих и поднимающихся, поднимающихся, чтобы снова упасть. Подняться и вновь упасть. С чудовищным шепотом, бормотанием подняться и вновь упасть, пока эта лава не взорвется и не звергнется в кромешный мрак. Прыгающие через барьеры, исчезающие в приливе тел акробаты, корщащиеся в ритмичном полуночном танце. Заросли хищных рук, ураганы криков и стонов, тихий шепот, едва уловимые вздохи. И снова звонок телефона. Оплата наличными. Смит, подонок, сказал Конуэн. Он самый. Что скажешь? Что это были за голоса? Совершенно посторонние люди. Голоса с проплывающих по соседству финишебельных лайнеров. Как в детстве, в захолустном городишке, слышали мы ведущиеся во всеуслышание разговоры наших похотливых соседей. Почему все они звонят одновременно? Они трусливы, ненасытны. Это дистанционное сумо, кикбонгсинг, вахканалия, полуночных шоу, автомобильные кинотеатры. Конуэн хранил молчание. Что? Язык проглотил. Тебе что, не нравятся наши вечеринки? Вечеринки. Ну а что же еще? В них могут участвовать все. Старая дева из Вермонта, пьянчушка из Рено, пастор из Ванкувера, церковный служака из Майами. Конуэн молчал. Ты еще здесь? Так тебе не нравятся факты? Ладно, не плати. Вешай трубку. Молчание. Ну, все, отключайся. Обругай меня напоследок. Ныряй в постель и займись супругой. Ты все еще здесь? Все еще заинтригован? Температура, небось, под сорок. Тогда я считаю до трех. А потом утрою счет. За это наше ночное развлечение. Один, два. Конуэн прикусил губу. Ага. Возликовал Смит. Ты у нас на крючке. Посмотри на себя в зеркало. Конуэн повернулся к зеркалу. Оттуда на него смотрел незнакомый человек с потным лицом, горящими глазами. Ты видишь? Румяные щеки, пот, плотно сжатые губы, безумный блеск в глазах. Конуэн вздохнул. Так? Прокричал Смит. Последний раз спрашиваю. Или вешай трубку, или гореть в твоей постели в огненной лаве крокотау. Кирись. Так ты говоришь. Сразу несколько десятков человек, несколько тысяч. И с каждым днем их становится больше. И чем больше их становится, тем быстрее растет их число. Почему бы не пустить все эти тонущие лодки с деньгами поплавать в одной и той же воде? Бессонные орды, изголодавшихся, толпы израненных, масса безымянных любителей клубнички. Ты никуда не узнаешь никогда того, с кем именно ты говорил. Вот эта леди, эта женщина, эта девица, повизгивающая от восторга. Может быть, это твоя школьная учительница. Или твоя унылая тетушка, оседлавшая телефон, пока ее муж спит. А это не твой ли любящий папочка? Любящий, однако. Ночную семью сильнее. Ночная семья. Все ночи, каждую ночь вопящая, хрипящая. С сопением, с кашлем. Да, пробормотал Конуэн. Эти люди когда-нибудь встречаются друг с другом? Разве что случайно. И где же? Кошка бродит во дворе. Посиди-ка. Мышь в норе. Понимаешь? Они не хотят встречаться. Подобный накал страсти могут выдерживать разве что телефонные провода. Прислушайся получше. Безумный хор иступленных голосов. Да, да. Еще. О, да, да, да. Любишь яблочки. Не унимался Смит. Прямо из рая. Торговая фирма, змеи и компания. Ночная такса. Виртуальный рай. Как ты сам понимаешь? Стоит недешево. Постой. Оборвал его Конуэн. Остановиться? Подольше растянуть удовольствие для твоего ненасытного паха? Или ты хочешь не спеша приползти на карачках и со слезами поблагодарить своего грешного друга? Я хочу убить тебя. Я увернусь быстрее, чем ты выстрелишь. Возвращайся на линию. Оставайся под крылышком ночной семьи. Чао. Щелчок. Смит отключился. Ворвался ураган лихорадочных голосов, сжигавших его мозг. Тяжелое дыхание. Он огляделся. Огонь его горящих щек освещал стены. Брошенная на пол трубка вещала задухающимся шепотом что-то невыразимое словами, пока Конуэн, пошатываясь, двигался к постели. Едва Конуэн лег на кровать и прикрыл глаза, он услышал, как вдалеке звякнула металлическая крышка дренажного люка. Подняли и вновь опустили. Он поднял голову с подушки и посмотрел в соседнюю комнату. Норма стояла, прижав к уху телефонную трубку, крепко зажмурив глаза, как от боли, затаив дыхание и покачиваясь, и слушала, слушала, слушала. Он хотел было позвать ее, но в этот момент она схватила телефонный шнур и, так и не открывая глаз, вырвала его вместе шептунами из розетки. Двигаясь, как сомнамбула, она направилась к двери ванной. Конуэн услышал, как Норма высыпала всю упаковку аспирина в унитаз и трижды спустила воду. Потом подошла к постели и, немного постояв, забралась под одеяло. Прошло еще несколько минут. Она легонько коснулась его локтя и прошептала, прошептала. «Ты не спишь?» Он молча кивнул головой в темноте. «Обними меня!»